Ну, Раф, ну что ты делаешь? Ты же сидел с тисячным котом, зачем ты прыгнул туда? Рафаил, не мешай мне, я тут кое-что хочу сказать. Я тут кое-что хочу сказать. Мне очень трудно в моем египетском таро даются арканы, которые, походу, я люблю. Луна, потому что египетская концепция луны – это мужская энергия. А вторую она женская. Да? Совенок. Пожалуйста. Потом вторая история. Он мне не даст ничего делать. Рафи. Вторая история – это то, что у меня со жрицей. Такая же история, потому что вторая жрица тоже какая-то идет через Изиду. А Изида – это солнечная богиня. Ну, в общем, это не совпадает с космогонией Египта. И я ее и рисую солнечной, и в то же время действенной там жрицей земной. Хаттвор, Хаттвор нарисовала такую, потому что это разные вещи. Еще будет несколько жрецов из-за покойного культа и мужская ипостась жреца. И это будет не иерофант, а может и иерофант в леопардовой шкуре. Из земных воплощений, потому что у меня пока такой космический иерофант. В общем, может быть, по-торошному будет еще жрец именно как первосвященник, и тогда это будет египетский в леопардовой шкуре, или, может быть, это будет несколько жрецов сразу соединенных как образ. А может быть, это будет прямо жреца у покойного культа. Не знаю, посмотрим. С моей любовью к иерофанту я только этого жреца и могла бы сразу себе представить. Но походу, кстати, сейчас у меня будет беседа именно об этом. Но походу просто это действительно одна из очень важных ипостасей и профессий по эмиссии по одной простой причине, потому что я сейчас буду это рассказывать и про жреца, и про дьявола, и про все вместе, и про эмиссию заупокойного жреца. И это связано с тем, что здесь нарисовано, и это связано с тем, что я решила записать. Я все время упоминаю, что понятие души у древних египтян было совершенно другое. Оно состояло из девяти разных энергий. Как мы сейчас знаем, девять оболочек, девять тел. И это не конец, потому что я апеллирую многомерными структурами, а это девять умножить на миллионы и далее. Но вот возьмем знания древнего Египта и Сириуса. И там было девять оболочек, которые, ну, совсем... Душа современная. Это до такой степени упрощенное понятие, потоковое просто. Настолько оно примитивное, ни о чем не говорящие, что в него уже все, что угодно можно вписать. Рафаил, да, ты умничка. Вот бумажку помять, это же твое все. На тебе бумажку и помни ее. На. Погрызи и помни, сделай с ней все, что ты решишь. Что ты там решаешь, пока нюхаешь. В общем, а зачем, скажи мне, чужая бумажка, если она тебе не цена, она мне тоже не цена. Я хочу мять все, что ты написала и нарисовала. Да, скажи, я хочу там, где ты уже вложилась. Мне нужна энергия. В общем, это забавно, но о концепции души... Ну, как забавно? На первый взгляд забавно, но это самое логичное. О концепции души я как раз буду рассказывать и вносить все эти знаки именно в дьявола, в этот пятнадцатый аркан. А почему? А потому что понятие дьявола и вот такой жесткий дуализм появился в самой такой проявленной степени в христианстве и в всем, что с ним связано. И даизм, мусульманство. Ну, в общем, это группа философско-религиозно-этических воззрений, связанных с одним источником. Я думаю, что те, кто это смотрит, знают, что христианство это синтезированное из разных более ранних первоисточников религиозный культ. В нем можно найти отголоски ведического, зороастризма, древнего Египта, о чем они вообще даже ни капли не скрывали. И крест и анг это... Ну, раннее христианство анг изображало наполовину кольцом. И по ходу мифы о зачатии, о многом взяты и из христианства, из этого, из иудаизма. Ой, что-то я такое только что сказала. Из ваишнавизма хотела сказать, из индуизма. И, в принципе, однажды я сниму... Вот просто сяду так же, распишу все, чтобы не забыть чего-то. Потому что я вот начал это сейчас. Вот конспект, о чем я хочу рассказать. И тут будет 5 тел минимум. Я поняла, что я сейчас начну половину... Я же это все проживаю, поэтому я сейчас половину только скажу. Решила коротенько быстро писать все, что я хочу сказать. Вот про первые 2 тела из 9. И начала я это писать, потому что я села рисовать похожий аркан. Но здесь, внизу, должны были появиться 2 сета разрушителя. Так как в Древнем Египте, как и во многих древних культах, никаких дьяволов вообще не было. Разделения на каких-то богов и падших богов не было. Каждое божество обладало дуальной природой. Могло творить, что хочет, в зависимости от обстоятельств. И вот какого-то персонифицированного прям зла-зла-зла, кроме позднее разозленного и персонифицированного, ну так воспринимаемого сета, вообще нет. А по созвучию существующий бес – это божество, кстати, плодородия, оргазма, радости. Ну, в общем, типа аналога домового нашего, который просто татуировками на себе для защиты себя от всевозможных сущностей. Даже куртизанки на бедре его вбивали, бесы, беситы. Во-первых, чтобы при большом количестве… Ну, кстати, это тоже про дьявола. При большом количестве… В потоке, блин, идет информация, она же идет к тарошному дьяволу, да, подходит. При большом количестве партнеров, чтобы не схватывать с их энергетических тел, лярв, вот этих вот всех негативных сущностей. Потому что, ну, когда партнер постоянный, то ты пристраиваешься, там усредняется поле, но как-то там с этими… Ну, это и чистить можно в паре. А когда их много, этих партнеров, то ты там можешь нахвататься, паровоз с демоном будешь, короче. Вот, поэтому изображали, защищали лоность женщины вот таким образом. Ну, и вообще это и в родах помогало, и везде это помогало. А у нас, по созвучию, сейчас скажи какому-то религиозному человеку про беса, он там начнется, конечно, мама дорогая. Так, значит, аналог дьявола я… Вот почему мне было сложно его нарисовать? Нету такого аналога в Древнем Египте. Разрушающими свойствами могли обладать любые. Не было божеств каких-нибудь слабостей и созависимостей. Ну, просто такого не существует. Такого не существует и в индуизмах. Ну, максимально к этому раху разрушение подходит. Это в джиотиш. А в зороастризме такого нет. В шумерских, во всех этих вавилоний нету персонифицированного зла. Даже как-то там я когда-то читала, что иудеи уже перестали соединять, ну, последних исследований, змея, как, ну, дьявола любят изображать драконом, змеем, каким-нибудь рептильным, рептилоидом каким-нибудь. Ну, допустим, это даже какие-то воины материнских рас. Фиг с ним тут по-разному. Эзотерики сюда приплетут все, что хочешь, и во всем этом будет тоже зерно чего-то, каких-то осколков знаний. А нет этого всего в Египте. И поэтому как-то сюда... Поэтому мне было сложно это как-то в концепцию моего Египта вписать вот этот аркан. Ну, вот как луны, о котором я говорила. И тут я поняла, что я хочу добавить сета как разрушение в один из... Нарисовать отдельно с сетом аркан. Просто маленькие фигурки. И это будет... Лично мне показывает, что человек дошел до ручки в саморазрушении, в погряз, в слабостях, или его что-то в данный момент разрушает. Потом я начала смотреть, какую из девяти структур, допустим, разрушает сет, или как работает на все девять структур сразу. И поняла, что это все надо описать и рассказать. И что это самый лучший аркан, в котором можно все-таки рассказать о душе. Потому что пятнадцатый аркан – это все-таки материальный мир, который поглощает... Ну, в который мы вступаем в эту игру, населяем свое тело, начинаем играть по правилам планеты здесь, в игре. Соприкасаемся с материальным миром и еще семью миллиардами на данный момент целых вселенных. Каждый из нас – это уникальная вселенная. Мы из себя ее раскрываем. И начинаем еще как-то переплетать, строить сети, узоры, как-то взаимодействовать, что-то творить вместе. И пятнадцатый аркан отвечает за такие плотные соединения, как вот за химию. Когда мы встречаемся, и прям все резьбы и пазлы сошлись, и это дикое безумное притяжение к человеку. Добровольное, потому что даже на всех обычно прорисованных арканах есть что эти ошейники не такие плотные, и клетки открыты, и цепи развязаны. Но это притяжение, вот такое одержимое созависимость, она может быть конструктивной. В принципе, это когда пробуждается сексуальная энергия, два человека раскрыты при этом творчески или помогают друг другу творчески раскрыться. И они и сублимируют эту энергию, и зажигают друг друга этой энергией. Обычно в таких союзах, во-первых, все союзы по дьяволу зачастую, 90% пробуждают магические силы человека, и люди становятся тарологами после связи по дьяволу. Какие-то из этих связей, действительно, если человек эволюционирует, они его поднимают вверх. То есть человек выходит через боль, через не боль, выходит через вот этот огонь внутренний, через это притяжение, через эту колбасу, выходит в какое-то свое развитие, в следующую ступень, его выталкивает эта земная энергия. Вот она раскручивается там внизу и тянет вверх туда, в знание. А есть те, которые погрузают в этом все, просто варятся в наркомании, допустим, алкоголизме. Как одна моя знакомая, Тарула, сказала, такой бледистый человек, ну, как бледная поганка. Ну, то есть вот ему, этому человеку, допустим, он питается взглядами противоположного пола. У меня наблюдений за такими людьми миллионы. Человек пытается таким образом поднять свою самооценку, то есть вылечить его можно только, когда он увидит внутри свой собственный свет, свою ценность и значимость для самого себя. Они будут в глазах каждого человека искать капельку одобрения и поднимать себя до высот. Вот я такой ценный, я вот привлекаю внимание, я такой нужный, я такой соблазнительный и так далее. Как правило, вот эти люди питаются большим количеством, ну, ведут себе тетрадки, допустим, в списке всех, кого они покорили. И да, они могут производить впечатления очень ярких, мощных, харизматичных, ну, по дьяволу, но по ходу потом оказываются слабыми, зависимыми, привязанными там веревочками к членам семьи, там, не знаю, к своим спутникам жизни, продавшиеся за денежку или привязанные к материальному комфорту, к стабильности, к невозможности, допустим, что-то изменить, страху перемен. Ну, в общем, вся эта история, когда лидер оказался не лидером, а дутым существом, и именно это показывает, что да, человек таким образом сам себя пытался убедить, что он ценен. А выход из этого, мы все в таком можем оказаться, это не осуждение ни одного из людей, если вы себя в чем-то здесь узнали, ну, я поздравляю, я тоже такая могу быть, по ходу это просто показатель того, мы все в юности, кстати, набирали вот эти взгляды, кто кому нравится, кто кому не нравится, каким-то образом пытались выстроить самооценку, просто я в какой-то момент на это плюнула, там список переполнен был, и я для себя, вот, кстати, исповедь, я для себя все равно не видела этой ценности, я ее и увидела, может, последние три месяца назад до такой степени осознанно, вроде умом все понимала, в потоке все понимала, но надо было еще клеточками это пережить, но когда-то я себе просто умом сказала, ну, смотри, вот все так говорят, вот и там, мисс наше село, в котором я там, школу закончила, да, ты выиграла такой-то там конкурс, красопец, да, ты там такая-то, да, вот все говорят про тебя такое-то, ну, так, господи, прими, пусть, ладно, раз это общественно умение, пусть будет, типа, прими и расслабься, и не важно, что ты видишь там в себе какие-то недостатки, что тебя не устраивает твоя внешность, там, то-то, то-то, что тебе не подходит что-то, ты сейчас седовласая девочка, и мне прикольно, это мне сейчас не важно, как я выгляжу, точнее, было вообще не важно, а сейчас я принимаю себя в любом состоянии, потому что за последние месяцы я проходила разные состояния, и да, кстати, когда, допустим, сильно зациклена внешность, может что-то с внешностью случится, я, допустим, ходила, благодаря стараниям одной идиотки, ходила со шрамом гигантским, через все лицо, и вообще, очень много метаморфоза моей внешности проходили в последние девять месяцев, вероятно, мне надо было до конца понять, что я не только внешность, и все вернулось на круги своя, а я такая, какая я была всегда, вот, смысл в чем, даже лучше, мне просто такая, Сонюшка, не надо мне все топтать, зайчики, вам так интересно, там, где я оставила энергию, да, скажи, ну ты же тут рисовала, тебе же это важно, значит, это и нам важно, да, Сонюшку 15 марка нам видит, она на родную энергию пришла, сончик, пахнет, пахнет чернилами, да, зайка, пропускай, ты хочешь сидеть на всем сразу, а попы не хватает на все, Сонюшка, да, все поняла, умница, мамина все поняла, Марушка, лекцию слушай, да, умница, Сонюшка, посмотри мне тарушку, это ваша тарушка, то у меня дежурная тарушка, если срочно надо что-то посмотреть, и они его грызут, короче, это так, возвращаемся к этим зависимостям, созависимостям, я вот лично забыла, о чем я говорила до этого, попробую, так, чтобы они мне не все отняли, не все вымели, так, итого, персонифицированное зло, я забыла, о чем я говорила, буду говорить о том, что я написала, вот это вот зло, прям выделенное отдельно, дуально, это заслуга христианства, и смежных религий, в древнем Египте, все было намного проще, были и разочарования, и созависимости, и привязки, да, я, кстати, что-то говорила, а, вспомнила, я говорила про созависимость, и необходимость собирать комплименты, и все остальное, прикрывая этими комплиментами, свое неверие в себя, допустим, и в свои силы, свою неспособность, или страх сделать следующий шаг, чем это лечится, внутренним, выращиванием внутреннего, и осознанием внутреннего стержня, и пониманием внутренней ценности, ну, просто ревизией внутри себя, кто я, вот это, кстати, касается вот этого рисунка, здесь мужское и женское, не просто как две фигуры вовне, два тела, две души, две вселенные, но и внутренняя женщина, внутренний мужчина, внутренняя мать, внутренний отец, внутренний возлюбленный и возлюбленная, внутренний мальчик, внутренняя девочка, как угодно, это нахождение, Рафуля, это нахождение внутри себя, в своей ДНК, это родовой истории, родовой программы, где были сбиты все показатели, где пошел перекос, где горит огнем и не поднимается выше, ну, где эти зависимости, созависимости, родовые сценарии, как это происходило, вот это вот все, ну, здесь чуть-чуть по-другому изображено, когда уже исцеляются эти две истории, если, давайте так, вот если вот это исцелит, женское родовое, и в ДНК информацию, и вот это исцелит, мужское родовое, в ДНК информацию, и внутрь вас это впустить, то все чакры начнут работать, подниматься кундалини из-за земления, огнем творческим, и начнут работать вот так, соединяя вас с космосом, здесь мы опять вернемся к... Маршка, ты хочешь поиграть на это, да? Скажи, я же тебе сигналы даю, мы здесь вернемся к структуре из девяти оболочек, связанных в Египте, и называем их у нас душой, нами, целостностью, заселившей тело, и когда это все выровнено, вот звездочки портала исцеления, тогда мы цельные, и энергия так называемого дьявола, пятнадцатого аркана, вот эта мудрость и сила, они просто поднимаются по всему чакральному столбу, по нам, по дуку, по храму сердца, по многомерности, Маршка, так удобно меня слушать, когда ты шумишь, она не хочет, чтобы я сама с собой разговаривала, да? Скажи, я не понимаю, что ты делаешь, поиграйся тогда, раз тебе так скучно, сейчас, секунду, Маруська, я не хочу прерывать видео, за мной, умница, мамина, умница, поиграла, мы сейчас будем играть, я договорю, и мы с тобой сядем играть, давай ты пока полотнишь мяч, в общем, дело в том, что она богиня, и она главная, вообще, я по барабану, что-нибудь снимаю, она решила поиграть, и Тёма решил всё помять, заяц, вы не дадите доработать, Тёмочка, да, надо испортить всё, молодец, я просто сейчас, если разобью это всё на 20, я не договорю, на 20 видео, я хочу уже в одном всё сделать, в общем, в чём история, энергия заземлённая, когда мы заземлены в решётке, энергия кундалини поднимется вверх, загорится сексуальный центр, и это связано с нашим здоровьем, гормоналкой и так далее, и поднимется выше, и это будет нашей мудростью, нашим космическим огнём, и это будет нашим творческим началом, исцелить надо вот эти вот две истории, и когда они совместятся, если вот здесь чисто, и вот здесь чисто, в мужском и женском, у вас не будет зависимости, зависимости и всех вот этих сценариев, связанных с 15 арканом, не будет наркомании, гулик, не будет, вы целостны, вы уважаете и почитаете себя за свою целостность, весь свой божественный потенциал почитаете, о каком блядстве может идти речь, о каких гульках, они, надо просто себе задать вопрос, для чего они мне нужны были, что я получаю как бонус, и мы выясним, что получаю как бонус, я новое впечатление от того, что я еще кому-то понравился, а если гулять с одним и тем же человеком, типа не так, или а если не гулять, но мне разрешат все равно красоваться и собирать комплименты, подходит, вот ищите внутри себя, где тот бонус, ради которого вся эта история начинается, и теперь можно перепрыгнуть в ту реальность, ту историю, в так называемое свое будущее, допустим, когда у вас есть стопроцентное понимание себя, и вы собрали уже по 20 раз комплименты всего мира, вот 20 умножить на 7 миллиардов, вот столько комплиментов, у вас в тетрадочке и дневнике уже есть, хочется еще, если хочется, значит, фишка не в комплиментах, там что-то еще надо искать, или это ненасытность, или это жадность, можно дальше раскручивать, и найти свою сердцевину, свою целостность, и уйдет вот эта созависимость, или вот эта вот зависимость от какого-то действия, от какой-то там, от наркотика, от алкоголя, все это уходы от реальности, от целостности, так, еще раз, у меня все равно коты сбивают, я вероятно еще раз об этом буду говорить, раз уж я записала это все себе, я сейчас проговорю вот эти вот первые части, потому что у меня Маруся очень хочет, чтобы я ее уделила внимание, а так как она у меня богиня, мне придется, она не привыкла, чтобы ей отказывали, значит, я здесь писала о целостности, и вложено здесь мое понимание целостности, вот слышно, да, это она мне намекает, что я не тем занимаюсь, что мячики существуют в мире, а не как это фуфло в виде телефона, и трех черточек, о которых я тут разговариваю, кошка явно пытается меня заземлить, значит, по ходу, концепция строения, нейрологического строения в Древнем Египте, она включала много оболочек, и физическое тело, и духовное тело, и сердце, и так называемый двойник, или эго, и душа, так называемая, и нематериальный эфирный дух, и образ, и имя, это все имели, это все были живые потоки энергии, оболочки, из которых состоял человек, если какие-то части этих оболочек функционировали неверно, то начинался трешак, и то, что второе описывается 15-м арканом, кстати, в Древнем Египте, и в литературе египетской, есть такое литературное произведение, беседа разочарованного со своим Ба, Ба это эмоциональное тело, вот, а значит, вот те, кто знает 15-й аркан, там есть проблемы с Ба, но с эмоциональным телом, иначе бы не было ни созависимости, ни, ну, там переборы, явный перекос из Ба, я сейчас не буду говорить про все 9 оболочек, я все равно, получается, буду снимать несколько видео, потому что меня сейчас, мои коты, передадут кошачьей анафеме, я расскажу про первых 2, которые я быстренько себе законспектировала, а в 15-м аркане, в описании его и в рисунках, будут вложены исцеления всех 9 оболочек, значит, первая, которую все выделяют, называется Ка, она изображается, если вы видели египетские росписи, храмовые, и в гробницах, она изображается такими поднятыми ручками, у меня в арканах, часто она тоже есть, как Ангска Бака, ой, Ка Анха, живая сущность Анха, и, кстати, к этой энергии даже у божества Гора были дети, и есть персонифицированных 4-5 богов, которые отвечали за оболочки, за Ка отвечал Амсет, и Ка – это двойник, двойник человека, при смерти, ну, умереть нету такого понятия в Древнем Египте, вот как нет понятия стопроцентное зло, там, или персонифицированное зло, или какой-то прям отдельная энергия зло, так нету энергии смерти, есть переход, но то, что сейчас, о чем говорят лайтпокеры, о чем говорят Нью Эйдж в чем-то, что это просто переход с одной частотности в другую, ну, физика об этом же говорит, да, просто смена, энергия никуда не девается, она меняет форму или частоту, значит, вместо умереть говорили отойти от Ка, или наоборот, отойти к Ка в небеса, ну, или могли написать его Ка, пришло к нему или там ушло от него, Ка – это жизненная сила, в которую включены черты характера или судьба человека, вы знаете такую пословицу, посеешь привычку, пожнешь судьбу, там есть промежуточные стадии, я забыла, значит, когда Ка, когда человек переходит, выходит из тела, уходит с планеты, Ка покидает, ну, тело перестает существовать, Ка покидает человека, Шустрюля, дай мне поговорить, пожалуйста, Шустряша, иди сюда, девочка, пришла, пришла, монстр, сейчас она тут будет бегать и все сносить, Ка – это тоже мне 15 аркан, вот, вот, кстати, шумит, пока я записываю, в основном, Шустряша, она у меня по 15 аркану, и Сонька у меня по 15. Значит, Ка покидает и бродит по земле, по космогонии древних египтян, но всегда возвращается и живет в изображениях, поэтому очень важно было изобразить человека, но еще важнее назвать, написать имя, в скульптурах и изображениях. И там есть целые, ну, это я позже расскажу про ложную дверь, как она возвращается, как она проходит через эти состояния, и многие храмы, или в многих культах разных городов почиталось не божество, допустим, как первое, кого хотела вспомнить, Апис, по-моему, в Менфисе кто был? Не помню. В общем, почиталось его Ка. Ка есть и у богов, и у людей, и у животных, у всех Ка существует. Значит, Ка богов только в статуях находится, и часто почиталось именно Ка бога. Ну, его там живое присутствие, потому что само божество жило не здесь, а в статуах его часть, живая его личность, присутствовала, и к ней и обращались. А вот, да, я себе записала про Аписа в Менфисе, почитали не самого Аписа, а Ка Аписа. А вот Осириса, допустим, называли Ка пирамид, то есть двойником пирамид. Ну, в принципе, там же выстроено по поясу Ориона сама сеть пирамид. В Древнем Египте был бог-творец, его звали Хнум, и вот он изображался со своим гончарным кругом во время своего творения человека и его Ка, его двойника. А еще в Древнем Египте считалось, что у богов по несколько Ка, и был бог магии, и вообще слово Хика означает магическую силу любого человека, но есть и персонифицированная энергия магии, божества магии, управителя магии, это бог Хика. И Хика мужчина и женщина, но разное, потому что у нас разная анатомия, разная энергетическая анатомия, об этом я говорю на каждом своем занятии, и это заложено в каждой моей практике. Есть вещи, которые для нас, как для общего потока многомерного, естественные и одинаковые, потому что мы во всех жизнях были и мужчинами, и женщинами. И есть то, что мы транслируем, проецируем через тело сейчас, через свои гормональные реакции, гормоны и особенности тела. И женское тело работает совершенно по-другому, не так, как мужское, потому что в нем есть функция материнства и вынашивания плода, и поэтому нужна другая энергетическая структура, другая полевая структура, чтобы защищать плод, чтобы защищать ребенка, пока он находится в поле матери и так далее. То есть, еще раз, значит, в магии Древнего Египта бог Хика к нему обращались для того, чтобы он повоздействовал на Ка богов и каким-то образом склонил их либо к исцелению просящего, либо к защите. То есть, на двойника богов должен был подействовать бог вот этой магической силы. Бог магической силы это наша мощь, внутренняя творческая мощь. Вот божество этой внутренней творческой мощи должно было подействовать на божество определенное, на его Ка, на двойника. и человек получал результат. Ну, фараоны у нас были дети богов, поэтому фараоны и верховные жрецы позже к этому присоединились. И есть, допустим, Мхотеп, обожественный древний жрец и автор очень многого. И, как по мне, двойник Солкина. Вот. Значит, фараоны, как и боги, имели по несколько Ка. И, кстати, в гробницах часто изображали и вообще там, где надо. Я сейчас не хочу говорить, что везде. Изображали... Я видела в основном в лекциях Солкина в гробницах. Но и вот, допустим, врата, проходы в храмы. Там тоже есть эти изображения. Часто люди изображались, молящиеся своим Ка. В проходах точно не было этого гробницах. Собственно, мука молящаяся. То есть, они изображались, как они сами, только в молитвенном жесте, подняв руки к небу с поднятыми руками. Это и есть изображение Ка, двойника этого человека. Так, уже 33 минуты нашего хаотичной записи. Вот, допустим, Рокульский уже лег поспать. Он все мне помял, что мог. Теперь он лег поспать. Я тогда еще про следующее тело из 9. Второе скажу. Это Ба. Переводится как проявление. Энергия проявления. Ка у нас была энергия двойника. Еще одна оболочка Ба. Вы о ней часто слышали? Мер Ка-Ба. Это про эти тела. Про энергетическую структуру человека. Полевую, световую. Ба – это проявление. Душа или жизненная сущность в виде птицы изображалась головой человека. В гробницах это часто видно. Или тех, кто увлекается письменностью Египта или изобразительным искусством. Ба – это совесть человека. Ба – это совокупность чувства и эмоций человека. То есть мы сейчас это называем эмоциональным телом. Хотите себя почувствовать? Попробуйте в 10 сантиметрах от тела своей световой рукой или физической рукой, но настроившись на восприятие как на целительные руки. Попробуйте в 10 сантиметрах от своего тела себя же погладить или другого человека. Вы почувствуете либо внутри себя вот эти вот веселые будоражащие энергии, либо второй человек почувствует. Можно это делать, кстати, на расстоянии. Это как и посыл любви. Но тут не каждый… Во-первых, это энергозатратно. Во-вторых, это надо именно быть эмоциональным и любить. Не думаю, что можно каким-то образом навредить этим. Главное, что это слишком надо концентрироваться. Есть намного проще методы. Так. Это может делать практик, который постоянно работает с эмоциональным телом. А значит, Ба – это совокупность чувства и эмоций. И после смерти оно бродит по миру, как и Ка. Но оно не обитает в статуях, как Ка. И в изображениях оно не обитает. Оно поселяется в животных, в местных священных животных, по мнению египтян. И вообще в животных. В книге ее называют «Арабы книгам мертвых», то есть книга, найденная на мертвом человеке. А ее египетское название, по-моему, «Речение выхода в свет», Амдуат, по-моему. То есть как из выхода из тела, из мумии, из саркофага выйти в портал иных миров, в космос, в цивилизации, в расы, в другие частоты, выйти в предвечный мир. Такая инструкция. Потому что, я не знаю, оно идет в потоке, я буду говорить. Многие считают, что вот есть вход в пирамиду и есть вход в храм. Это для человека, не посвященного, вход в храм. А вообще-то храм – это дом Бога. И это выход из дома. Это выход из пирамиды. Потому что пирамида для фараона, допустим, пирамида для того, кто там в центре, в саркофаге. И вот то, что вы считаете входом, когда туда идете, это для того, кто находится внутри, выход. И в Древнем Египте это так и воспринималось. Это не вход в храм, это выход из храма, когда священная ладья выносится в праздники. И как? Ай, кто там? Это что было только что? Сёма, это ты? Ты решил во мне дырку вырыть? Сёма, этот, а всё, он теперь бодаш, он подсисечный бодаш, он будет меня бодать и толкать. Да, Сёмочка? В общем, Сёма, не толкайся, пожалуйста. Иди ко мне, мальчик, идём будем лекцию читать. Иди сюда. Ты же священный кот, иди ко мне. Давай. Он, я не знаю, показывать или нет, Сёма, крупным планом попу всём показывает. Он поднял попу и говорит, нюхай попу. Мы же так узнаём своих. Вот и ты нюхай попу. Нюхай попу. Они так со мной периодически здороваются. Они подбегают, хвосты поднимают, чтобы я понюхала попу. Проверила, они свои или не свои. Я их узнаю или не узнаю? В общем, получается, что в этом о чём я говорила в Амдуате есть упоминание об Ам как о соколе, который летит в небесах. поэтому изображается как птица с головой человека, как гусь или журавль, который целует небеса, или как саранча или кузнечик, который прыгает до небес. Вот. Ну, в современном мире вот такую переселяющуюся там в животных душ назвали бы альтер-эго. Значит, БА, эта оболочка зависит от состояния физического тела. Это знают абсолютно все, и мы тут возвращаемся к 15-му аркану. Если у нас побитое тело, если мы в зависимости их сидим, то эмоции у нас такие же. то есть здоровый дух в здоровом теле об этом все уже давно знают, про психосоматику все знают, что болезни, сбои в ДНК и везде начинаются с психосоматики, тоже все знают. Но, как выяснилось, об этом знали древние египтяне, и это было прописано в концепции БА. При жизни, кстати, эта оболочка отвечает за сновидения, за путешествия между мирами в мир снов, в другие параллельные реальности и миры, потому что она как раз легко преодолевает завесы между мирами, там живых и мертвых, как они говорили, и так далее. Мертвыми у нас были предки, и они все обитали в северной части неба, в звездах, на звездах. Так, после ухода из тела БА присутствует при страшном суде рядом с сердцем, ну, наши эмоции рядом с сердцем, мы это тоже знаем. Древние египтяне тоже были не лохи, они об этом знали, потому что они вообще, в принципе, эту концепцию сирианскую здесь и запустили. То, что мы сейчас знаем, это отголоски и проработка древнеегипетских знаний. Я уже говорила о магии. Все, что вы найдете сейчас в современной магии, вы найдете в древнеегипетской. Так, значит, оно присутствовало при сердце, при взвешивании, и потом засыпало в литургическом сне, ожидая следующего, вероятно, воплощения. еще я тут пометила, что если на страшном суде благодать, ну, короче, оправдан был, кстати, часто подкупали, даже, даже это было, подкупы на страшном суде, у Виктора Солкина часто об этом рассказывают, всякие там, когда известен по всем документам человек как, ну, поганец, редкий проходимец, но на загробном суде был оправдан, потому что, ну, такой весь честный был, не воровал, не пил, эти руки ничего не брали. Вот. Значит, ба-менху, так называлось ба, если ты оправдан, если ты в благодати пребываешь там в следующих частотах и мирах, если, ну, не случилось, если там, типа, проклятия на тебя посыпались, в общем, ты просрал эту реальность и очень много всего накосячил и не исправил, ну, допустим, оставался в зависимости от убийства, в зависимости там от убийства любви, кстати, самое страшное преступление это убивать любовь в себе и в других, а потом убивать сердце, убивать живую сущность любви, ну, это вам и Клауз Роул расскажет. Потом, если ты, короче, не справился с вот этим подъемом вибраций, то, ну, назовем, на бытовом языке тебя прокляли на какое-то время, пока ты там в отстойнике, то, что в позднейших религиях лимбом назвали, не посидишь и не подождешь следующего шанса, как-то там все празднуют, пашут на новых полях, я ору, а ты нет, а ты будешь сидеть, короче, вмешившися там в отстойнике, в карантине, а как-то так. Потом расскажу, там разные есть варианты на тему, и тебя не имена твои не назовут, и ты не будешь жить в вечности, и ты будешь мучиться от этого всего дела, и предки о тебе не будут заботиться. На самом деле, в этом не смешно, если расписать это энергетически, я как-то этим займусь, вы поймете, что такое христианские, как они там, не семь кругового, а что там у них есть, какие-то 40 дней мытарств, и я часто говорю о том, когда покидаешь тело и понял, что просрал жизнь. Вот это примерно то же самое, человек стоит в отстойнике и ждет следующего варианта, когда окно возможности откроется. Так, потому что инволюцию вселенная ни одна не поощряет, даже если это ваша вселенная. Мы идем эволюционировать, а не деградировать и инволюцию раскручивать. Так, значит, еще БА всегда изображается на магических предметах и амулетах. Об этом тоже очень много у Виктора Солкина есть. Кстати, вначале БА обладали только боги, считалось так, и вот это были созвездия и небесные тела, а потом, конечно же, фараоны тоже дети бога, а потом и верховные жрецы, а потом все поняли, что все мы нелыкомшиты и все всем обладают, и то есть БА – это то, чем обладают даже целые города. Ну, мы это называем дух эгрегор. Вот как-то так. Ну, эгрегор – проявление похоже. Наверное, я на сейчас закончу, потому что у меня уже семочка прилег, и у меня уже очень много, 44 минуты, я не знаю, запишется или нет, но я планирую… Ну, загрузится или нет. Я планирую, я себе выписала 9 оболочек, и все они будут в связи с 15-м арканом. И как… Вот меня часто спрашивают, как проработать. У меня есть… Ну, я прорабатывала с несколькими людьми, и для каждого идут свои техники, кстати. И это я сказала на 44-44. Но есть и отжиги, и много техник важного, приема и гармонизации. Что такое 15-й аркан? Это дисбаланс. Надо просто внести целостность, баланс, и вот как по справедливости. Я не знаю… Ну, да, даже через аркан справедливости. В нем, кстати, тоже можно было поговорить про эти 9 тел. Я почему-то решила, так как у меня все через исцеление идет, и аркан исцеления, и пусть это будет просто мощная энергия. Будут еще там у меня лежат прорисованные уже арканы. там, где вообще непонятно, что это был дисбаланс, там уже просто подъем огня полностью вверх. Пусть это будут исцеляющие 15-й. И я хотела тут поговорить… А, я буду изображать еще, может быть, несколько символов этих абуш, божеств, которые отвечают за определенные оболочки. Я говорила, что за Каамсета отвечает… Это все дети Гора. А Гор всегда был отцом фараонов. За Ба отвечает Дуамтеф, за Сах, за Мумию отвечает Кибексенов, и за Сердце, за Ип отвечает Хапи. А про Хапи я очень много хотела. У меня будет целый аркан с Хапи. Ну, в общем, про физическое, духовное тело, сердце, двойника, душу, нематериальный эфирный дух, образ, имя, про все это еще я буду добавлять. Это будет несколько видео, я, наверное, буду их потом вместе как-то в комментариях добавлять. То есть мы сейчас… Я сейчас рассказала коротко-коротко, избивчиво про Ка и про Ба, а потом будут и Ах, и Хат, и Ип, и Сах, и Сахем, и Ишут, и Рэм, забыла Ра, типа Рэн, Рэм, у меня Рэн Тиви Рэн. Вот эти все оболочки будут еще описаны и как общая целостность, здоровье, исцеление этих оболочек, мальчики пошли вместе сидеть, надоело им меня слушать. Приводит к тому, что можно выйти из зависимости, поднять свою силу исцеляющего огня, стать целителем, мастером, харизматиком, вести за собой и проявлять позитивные аспекты 15-го аркана. Рэ – Продолжение следует...